Рассказок, он как бы среди людей наших находил изюминку. И любую работу, какую не возьмешь, она проникнута любовью к своему отечеству. Вот это был человек, который любовь к своей стране, к своему отечеству, к своей природе, нес через уникальных, интересных людей. Вот возьмите на южный тупик, если посмотреть это интересное явление староверов. Но когда читаешь, смотришь, это колоссальная любовь к своей стране. Я не говорю политически, а к земле, к человеку. Взять книгу «Земля за океаном», а не с Борисом Стрельником. Я тоже читал. Тут интересно. Та южный тупик, что вообще увлекание. Но если внимательно читать, там же жутко почувствуешь эту любовь. И как ни странно, и почему-то американцы ее столько раз издавали. Они прочитали и увидели свою страну глазами русского Василия Михайловича Пескова. И оказалось, что вот этот подход не только близок к нам, но и им близок. Почему издавали 14 или 15 раз? Она была у них книгой года, и не один раз. То есть его там больше знают, чем наши. Качество у него от самого характера. Все его рассказы, их сравнить через уникальных людей, любовь к природе. Моя страна, почему и надо ее любить. Это цветок. Помните про дезертиру? Это уж точно, я знаю, многие, кто прилипал к имени Пескова, а его-то не читал. Почему и получились такие казусы, когда расхваливали книгу Дегтярева, Петрищева, Саморода. А, это плагиат. С ворованными стихами, текстами самого Пескова. Професса Загоровская и других. Если бы знали Пескова, на такую подделку бы не клюнули, а сразу дали бы отлук плагиатчикам. То есть, это вот, и дальше, да, да, вот. Хрущев. А все про Хрущеву рассказывают через случай про Хрущеву. Нарубалка рассказывает про то, как шапка слетела с Хрущева. Масалыкин, очевидно. А, он ее... Шапка слетела, как хитро поддел шапку, одел Песков на него. И тот даже поблагодарил. Вот. Вот анекдоты Пескова, что он удалось узнать, что удалось неизвать анекдот. Потому что, будешь кричать, часами у Хрущева рассказать, а кто в основном этот анекдот. То есть, вот Масалыкин, да, Саша, да. Дружба ваша. Я передам прежде, сколько приходилось. А уж матерные-то анекдоты. Да, матерные-то анекдоты. И белые анекдоты про Папов. Встречаются два монаха, маленький отец Алексий и большой отец Ануфрий. Отец Ануфрий спрашивает, как отец Алексий живете, можете? Ну, как-то они вот и молятся, потом молятся, опять молятся. А у нас все не так. Поспали, поели, опять поспали. Не работает. Ну, в общем, понятно. Еще анекдот про самолет любимый. Почему пристегиваться надо? В общем, рассказывает пассажир, собирается лететь. Ходит в Тюардесса. Раз, говорит, надо пристегиваться. Два, пристегиваться. Он, а зачем пристегиваться? Тюардесса зашла в кабину пилота, в командир должен. Он вышел, думал, думал, сказал. Слушай, ну, я вот сейчас начну выруливать на взлетную полоску. А вдруг корова? Надо тормозить. Все, люди нормально будут сидеть, а ты прилетишь ко мне в кабину. Так, как Песков не расскажешь. Куча была про поручика Жевского. Едем, а он рассказывает. Ну, то есть детали собирай, не кажется.